Продолжение следует... 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 Гораздо быстрее, чем мы. Таким образом, комитет по финансам выдает деньги на работу этого проекта в Новосельском острове. Он функционирует? Да. Приходите. Это Шкиперский проток 16, корпус 18. В промзоне около снегоплодильного пункта. Гаври. Спасибо. Я с вами уже многое говорил. Передаю слово моим коллегам Игорю Антонову и Александру Газирову. Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Игорь Антонов. Я сотрудник «Ночлежки» и одновременно в качестве фобби занимаюсь журналистикой совместно с моим другом и коллегой Александром Гальпериным. Это тот самый Александр Гальперин, которому мы обещали привести в течение двух лекций. И вот сегодня на третье такие алисанты... Мы его поймали. Да, мы его поймали, выровели. Это представлено в двух словах известный петербургский фотограф. Известный петербургский фотограф Александр Гальперин, который работает с очень хорошими новостными агрегатами, агрегаторами, который есть в локомендировке на Донбасс неоднократно и делает действительно очень хорошие фотографии, человек авторитетный в своей области. От себя хочу добавить еще, что Александр Гальперин, представитель честной журналистики, которая не хочет никого ни в чем не видеть. И вот исходя из таких позиций, мы сегодня организовали такой журналистический проект «Азбука улиц», который, я надеюсь, появится у нас на сфере. Появится у нас? Появится у нас, да? Появится у нас, да? Появится у нас. Появится. Азбука улицкий Донбасса, который Александр делал сам, еще до знакомства со своим удивительным коллегами, я не так скажу, я напомню. И по этому примеру мы сделали проект «Азбука поиск», который состоит из фотографий и небольших текстов. То, что эти тексты небольшие, мы это делали, конечно же, сознательно, чтобы читателям было удобно получить какую-то информацию, исключительно в сжатом и понятном виде. То есть, в этом проекте мы не хотим никого ни в чем убеждать, мы не хотим вызвать какой-то жалость или наоборот попросить какие-то пожертвования. То есть, касательно данного проекта, я как сотрудник ночлежки, я как благотворительный, независимый сам от себя. И структурно выстроена таким образом, что буква алфавита соответствует какому-то слову, какому-то понятию, которая так или иначе ассоциируется с бездомностью. То есть, например, мы привыкли... Давай с алкоголем, да? Давай с алкоголем. Например, мы жители, мы обыватели, мы привыкли говорить о том, что люди бездомные, они много пьют, то есть, что это алкоголик, что это плеянец, какой-то набор стереотипов. Однако мы решили разобраться, в чем собственно дело. И поэтому на букву А, алкоголь, мы провели такое независимое расследование. Вот, узнали, сколько стоит алкоголь, где этот алкоголь продается, каким образом алкоголь поступает на вот эти вот, ну, рынки алкогольные. Вот, сколько люди этого алкоголя выпивают, какие это там последствия. То есть, это независимое такое мини-расследование с цифрами, что, например, полу-ветра разведенного спирта стоит порядка 30 рублей, что торговцы бакольным спиртом используют маркетинговые ходы. Например, спирт с белой этикеткой, он продается только своим. Ну, предполагается, что из одной будет анкрофактный спирт лучше, из другой будет хуже. То есть, из двух вариантов, например, не думаешь, какую-то особость. Вот, какое количество вот точек по продаже алкоголя находится в Санкт-Петербурге. Мы взяли в плане конкретный район, ну, например, вот Фунидинского района. Вот, встали просто вот на улице, да, чтобы, ну, там, рядом со стоянкой ночного охранца. И начали у людей, живущих на улице, ведущих просто макинальный образ жизни, спрашивать, ребята, где мы здесь можем купить шило на Сланге. Вот, нам сказали, что в течение пяти минут вы можете посетить четыре точки по продаже алкоголя вот этого подпольного круглосуточно. То есть можно расплатиться деньгами, можно поменять на какие-нибудь вещи или на технику, еще что-то. То есть, таким образом мы принесли до своего читателя для людей, которые посещают в интернете наш проект, исключительно то, что является фактом. Решение мнения на тему, правильно это или неправильно, должно это быть или не должно, но нужно ли эту информацию отправлять куда-то в правоохранительные органы или еще что-то. Все вот эти вот эмоциональные составляющие мы оставили читателя. Мы просто сказали, ребята, вот здесь вот это все действует. Существует вот таким образом. И, соответственно, фотографии, то есть какие-то элементарные иллюстрации. То есть понятно, что мы не делали журналистское расследование, в данном случае, как, например, «Новая газета», «Наша задача не входила взять всех, покарать, наказать, снять с должности местных людей, которые не могут не знать о том, что это есть». То есть мы говорим о том, что, да, ребята, какую ли это реальность? Стоит ли обвинять в этом самих бездавных людей? Стоит ли? Ну, уже кто как посчитает. Дальше на примере... Александр, на примере... Чего? Ну, дай, может быть, так и пойдем, да, пока... Ну, да, мы пока не придумываем, может, что-нибудь другое... Вот. На примере арифметики. То есть мы, под словом арифметика, вы скрыли какие-то элементарные повседневные цифры, которыми оперируют люди, которые живут на улице. То есть, например, сколько денег можно заработать в день, когда я попрошу. Да, или сбором металлаума. На что эти деньги можно потратить? Сколько прожиточных минимум на самом деле? Если бы хотелось, то есть элементарные расчеты, которые позволили сделать вывод о том, что, ну, все-таки, люди, которые живут на улице, они не всегда имеют шансы именно выбраться с улицы, ну, какими-то, ну, простыми понятиями. Например, пошлина на Пасху стоит сколько? Полтора тысячи стоит пошлина на Пасху. Плюс фотографии стоят, ну, фотографии можно сделать на шлежку, на основу, там, допустим, в доме хранения, где-то, да-то, плюс стоимость фотографии, плюс стоимость, там, ну, например, парикмахера, что-то фотографироваться, да. Вот насколько это все реально, на самом деле. Вот насколько реально купить себе привезной билет, собирая банки, чтобы ездить, ну, так, знаете, на работу, да, когда мы говорим, мы обществу, да, говорим о том, что, там, лентя и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по словам альфметика, мы скрыли какие-то вот такие вещи, о которых, может быть, не каждый человек и не задумывался. И вот такие вещи, да. Потому что, на самом деле, стоит прокомментировать этот интерморт, потому что он достаточно, если это снято в реальном сквоте, недалеко вот, нет, сортировочном, да, для себя. Вот, это вот мы зашли комнату, где жили бездомные, которые пошли собирать, ну, они не бездомные, но по статусу они, в общем, практически бездомные, и пошли собирать металоломные, стекло, вот, 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 интересно, да, ведь, в баре бутылка, да, это бутылка, это свечка, кстати, мы сюда вынимаем, да, вот, вот, знаешь, вот нож, которым удобно, например, варьер, в картон, который у нас на новом месте стоит. Да, то есть, это, 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 это фотография, которая, можно взять фрукку. Факокрам сейчас прокомментировал, что это фотография, натюрморт из тех предметов, которые мы нашли, если мы пришли в забросе. То есть, мы сами не собирали, мы просто присутствовали стол или что-то. Да, это не постановочные кадры, вообще все фотографии, которые в нашем проекте, я, возможно, повторюсь, вот они все, ну, все настоящие. То есть, там, ну, постановочные, может быть, там расскажут, ну, какая-то плюс на... Нет, ну, патры-то они постановочные, поскольку, ну, вроде, я прошу иногда, чего их поделывать, но это не постановка, когда мы берем человека, откуда-то вытаскиваем, инсталируем его, там, куда-нибудь и говорим, вот, вот. Да. Давай, может быть, поинтереснее, что... Мы не все буквы будем, просто мы сейчас расскажем о некоторых, вот, о некоторых составляющих, чтобы вас заинтересовать. Так, давай, мне вот интересно... Любовь давайте. Вот, давайте любовь. Да, любовь. Вот, это фотография. Сделана под подругой «Л», «Любовь». Фотография, значит, Алексей и Ирина. Вот, они находятся сейчас... На этой фотографии они находятся на балконе сыновной квартиры, прожив... Ну, у каждого свой жизненный путь был, и встретились они и любые, и любые в приюте ночлежки. Вот, откуда были... Там были, наверное, эти герои. Вот, на самом деле, любовь, как бы, бездомных людей, ну, это такая же реальность, как и у нас с вами, например. И такая же реальность, ну, в будущем, в будущем, в будущем. Вот, и, например, Элла и любовь, мы совместили «Путонность и любовь», вот, и рассказали, как все это произошло, как эти люди пришли к тому, что, оказавшись друг от друга порозы на улице, там, всего разных причин, Алексей продал квартиру, чтобы оплатить лечение матери, ну, в каком городе. Вот, и Ирина, ну, тоже своя судьба. И вот, все вот эти вот, все вот эти их жизненные проблемы, они, отчасти, были решены при помощи ночлежки, и с ночлежки они уже переехали в сторону жизни. Вот, что стало дальше, мы не всегда можем проследить, ну, как бы, наши герои, и от них, если я не могу сейчас сказать, что то, что с ним стало дальше, хочется верить, что все будет хорошо. А давай расскажем, А давай расскажем, Ирина, рассказать, как вот, на примере Синьбуха. А известно, что они нашли работу, папа, то есть они просто отмачивались, что они живут? Да, Алексею, значит, неизвестно, конечно, да. То есть, ну, вот, принцип людей, которые получают помощь ночлежки, заключается в том, что человек, когда там поселяется, он выполняет определенный сервисный план. То есть, вот, вот, ну, на примере Алексея, раз мы про него говорим, да, у него были там проблемы с документами, вот, наши специалисты по социальной работе, наши юристы помогли ему восстановить, там, его документ, там, элемент, с него зло по отвазе, там, по отвазе, ситуация бывает. Вот, помогли оправнить пенсию, оправнить там все счета пенсионные, вот, в его случае там речь была о пенсии, его инвалидности, поскольку он повредил спину в одном из криминальных реабилитационных центров. То есть, ну, у нас, какие-то страховки люди работали, вот, вот, потерял здоровье, и его оттуда, соответственно, мы попросили. У нас же все МПЦ делают бесплатно. Дело в том, что, да, безусловно, МПЦ делает бесплатно, но, вот, иллюстрация такая, допустим, пенсия получается исключительно по месту прописки. Если у человека нету прописки, то, соответственно, МПЦ не может помочь. ИНН получается тоже по месту прописки, да, регистрации. Если нету регистрации, человек во многих случаях включен из общества. И в нашу задачу входит, в нашу задачу Ночлежки, наши специалисты, входит в том числе, например, если у человека подобная ситуация, да, мы можем прописать на территории Ночлежки, сделать регистрацию, и уже на наш адрес включать почтовую корреспонденцию, там, ну, пенсию через нашу, вот такие регистрации. Поэтому, да, МПЦ, безусловно, они все делают. Вы понимаете, еще в чем дело, чтобы в процессе ресоциализации человека получить какую-либо бумагу, ее документ, для получения, например, вот этого документа нужно предоставить еще три. Для получения вот этих вот документов нужно предоставить еще два. И вот таким образом, вот такие вот случаи они распутываются в прямом центре, это слово «кадемия». Это уже слова. Нет, предложение. Давай я о том, как это, история двух людей, каждый из которых жил в Ночлежке, давай, собственно, расскажем о том, как попадают люди на улицу, например, эпоха, да. О, эпоха, да. Да, и второе, это вот население. Воспож могут попадать на улицу, но уходят в эпоху. Давайте, да, иллюстрации тоже, как на примере вот конкретных людей. На этой фотографии это эпоха Кирилла Николаевич. Он пенсионер, который 30 лет отработал на заводе. Вот, мы все это публикуем, мы рассказываем, конечно же, с разрешения наших героев. Вот, но ему понравится, поэтому могу смело говорить какие-то данные. Вот, Кирилл Николаевич порядка 30 лет отработал слесарем на заводе. Вот, он вдовец, живет один, очень молодой мужчина, он не так очень читается, он прекрасно общается отечественным чтобы здесь... Нет, я просто после помогал ему устроиться, ну, я немножко знал генерального директора, на Волковском шоссе, там, медтехника. Вот, ну, он, конечно, он выпивал, там, курил, это было такое. Ну, я, так сказать, понимал, с чем это завершилось. Еще не завершилось. Там история, немножечко, она более сложнее. Я сейчас постараюсь кратенько. В двух словах, Кирилл Николаевич, в процессе бесконечных поисков работы, в процессе бесконечных поисков заработка, какого достойного пропитания, но все-таки, понимаете, финансовый вопрос, он важен в любом возрасте. Ну, пенсия-то есть. Да, пенсия есть, но я смею предположить, что она не очень большая. Ну, 2013. Да, все-таки, кварплат, сколько стоит, какие-то элементарные, ну, это и простейшая арифметика. Вот. И, в общем, в процессе вот этого всего, не буду, сказать, познакомиться с, на одной из работ, на которой покупал фировоз, он познакомился с человеком, который, ну, что говорится, в криминальной сводке, это называлось, терство в доверии. Вот. Который убедил Кирилла Николаевича, что, у меня, там, в Екатеринбурге, остались связи. А возьми-ка ты, Кирилл Николаевич, на себя кредит. Вот. Мы эти деньги вложим, значит, прибыль получим, денежки поделим, кредит отдадим. Вот. Я вас уверяю, друзья, что убедить, я просто, как психолог говорю сейчас, что убедить другого человека, в чем бы то ни было, гораздо проще, чем нам всем кажется. Вот. И о пенсии. Если речь идет о пенсионере, о человеке, который... Остро нуждается. Да. Который остро нуждается в деньгах, который любит, ну, пирожки, да, еще что-то, одинокий к тому же, да. Не так сложно. Не так сложно, как может показаться. В общем, Кирилл Николаевич, подписывает кредитный договор с одной из микрофинансовых организаций на серьезную достаточно сумму. Вот. Естественно, вот эти вот деньги он даже в руки не брал. Эти деньги были переданы одной гражданке. Фамилия этой гражданке опубликована. Я с Александром, мы еще думали, знаете, много колебались как-то. Думали, что на тему называть ли нам фамилию сотрудницы, называть ли нам название микрофинансовой организации или нет. И, в общем, думали-думали, подумали, а что, собственно, нам боятся. Кому-кому, а вот этим товарищам мы точно не навредим, потому что мы им ничего не будем. Какой-то факт. И микрофинансовые организации и всякие вот эти вот финансовые вот товарищи, они себя очень уверенно чувствуют. Поэтому, я думаю, что им не страшно, даже если они видят нашу организацию сейчас. Ну, и, в общем, Кирилл Николаевич подписывает договор вот этот вот. Деньги передаются из рук в руки. Как бы этот товарищ с деньгами пропадает. Это достаточно классическая схема, она как просто экстракция того, что происходит. Ну вот, товарищ с деньгами пропадает. Потом вот эта женщина, которая представитель организации, значит, она находит Кирилла Николаевича и говорит, Кирилл Николаевич, а ваш долг там уже там за миллион, он уже натихал, если вот эти проценты. Вот. А там я думаю, уже за два. Собственно, и говорит, ну, можно вопрос уладить по миру. Вот вы вот здесь распишитесь, и мы ваш долг сейчас пересчитаем. Кирилл Николаевич расписывается еще один раз, окончательно попадает как бы в эту кабалу. Вот. И параллельно, ну, поскольку человек пенсионер, человек эдемогий, он, видать, находился в разработке нескольких машин. У него появились друзья, которые, представляете, мы сотрудники ФСБ, значит, мы сейчас тебе поможем, давай ты сейчас на нашу квартиру ты перепиши по-быстрому, может быть, это одной такой, так работы не было, возможно, все и стали изучать. Вот. Ты сейчас на нашу квартиру перепиши, мы, значит, отсидимся, откажемся, с этой мадамом разберемся и обратно тебе твою квартиру отдаем. Вот. И, в общем, таким образом дошло все это дело, до чего. Значит, ФСБшники были, успокоились, поняли, что ничего не останется. Вот. А вот эта барышня, которая представительница микрофинансовой организации, она подает совершенно, то есть, все, понимаете, в чем нюанс нашей современной действительности, в том, что люди лишаются своего жилья, они лишаются все закона. То есть, людей, которые остались бездомными незаконно, найти очень, очень трудно. Все делается по закону. И, соответственно, Кирилл Николаевич получает судебный иск в суд, на который он, естественно, не готов ходить, который он, естественно, боится посещать. Вот. Он общался с нашими юристами, ну, конечно же, да, то есть, мы могли обратиться. Вот. Сейчас это дело в таком новоподвешенном состоянии, тут вариантов может быть только два. Вот. То есть, первый вариант, это то, что, ну, для какой-то уверенности накапливается финансовая задолженность, а второй вариант, это то, что, дело уже как-то решено, и просто страна покручет, она уже ожидает какие-то коллекционные сроки. То есть, варианты того, что они пропадают, ой, может, вот, вот, сейчас пенсионеры могут быть, ну, чего-то не отслаблены. Вот. И вот, иллюстрация с Кирилл Николаевичем, она, как представитель эпохи, то есть, насколько люди воспитаны вот в те времена под звуки марш, да, под доверие, там еще что-то безопасное, полиция, которая спасает, и так далее, и так далее, насколько они сейчас в наше время обязательны. Людей, пенсионеров вот таких, вот таких вот, как Кирилл Николаевич, и бабушек, и дедушек, их достаточно большой процент на улице. И поэтому история про вот эту вот букву Э эпоха, история про Кирилла Николаевича, на самом деле она не столько про Кирилла Николаевича, она просто пример того, что происходит в данном случае. Опять же, выводы, какие это делать, это уже предстоит вам, почитательному результативу. Я не хочу, мы, на самом деле, не спит, мы не хотим как бы в чем-то вас убедить, рожаловать, там, или еще что-то. то есть, мы считаем, что журналистика в социальной сфере, она не всегда должна быть направлена на какую-то непосредственную задачу. в социальной сфере, в социальной сфере. то, о чем мы сейчас разговаривали, его как-то выяснили, и еще с чем-то не связано. Я думаю, что он сейчас не увидел. потому, что я его увидел последний раз, сейчас скажу, я увидел последний раз в прошлый четверг, вот, и как человек, который живет на улице, ну, я смотрел регулярно, там, состояние, там, как руки, да, там, обувь, там, чистота одежды, там есть масса маркеров, вы знаете, как у человека дела не спрашиваю об этом, вот, я ничего такого не найду, но в следующий раз я его убежу, и я взял на него удачную. Ну, да, выселение это, ну, Александр, давайте, я, конечно, чувствовал, что так получится, но, так сказать, я же не скажу, что он все-таки сам в это попал, как бы так. Вот тут, кстати, вот спасибо вам за ваше мнение, вы как, оно действительно имеет правое существование, знаете, он может быть, да, вот если так размышлять, конечно, он же сам подписывал, сам, он же сам не понимает сам, он же сам не научился, да, сам не научился уже, но, мы-то, речь-то только о нас, о обществе, о людях, о людях, вот в чем дело, вот вопрос-то основан у нас. я так скажу, вот, я не знаю, мне кажется, что большинство людей, там, постарше, помоложе, не суть попозже, да, это еще в порядке, с такими предложениями. вот, вот, в партии чревской цепи, одна женщина, значит, у возраста, она предлагала мужчинам продать их квартиры, в ходе, какое-то время пожить у нее, а потом, говорит, ну а потом лучше. и так все понятно, так, значит, все-таки, все-таки, какая-то должна быть информация, какая-то должна быть и у человека своя ответственность, да, вот, вы знаете, ну я вам простой пример приведу, у меня вот знакомый один, так, военнослужащий, ну, жена двумя детьми ушла, а потом он стал бизнесменом в состоянии, она говорит, давай деньги, или я на тебя, значит, сообщу, вот, еще девушка, хочешь шпуры получить, получи, человек самостоятельный, активный, так сказать, вот, и, так сказать, один человек, допустим, там сотрудник, я сотрудник ФСБ, да, ему касается все, ну, это через башню, и весь вопрос, а, я не знал, что в каком-нибудь строении, поддельное, не поддельное, получи, дорогой, если ты ввязался, получи, все, чем угодно, но видите, вот у вас такое, да нет, не у меня такое, на улице сейчас, равно как у психиатрической больницы, по закону, может оказаться любой человек, в любом, вот просто, ну, вот такой пример, вот человек, а я там дать морду, настоящий мастерин, настоящий, я побоюсь, честно, ну, вот вы сказали, что сейчас, ну, надо дать морду, это мошенник, вы не боитесь, это ваше право, не, бить надо так, чтобы он не понял, что он бил, быстро и незаметно, и туда, чтобы сразу уже их заповал, ну, что, конечно, а если их 10 человек, значит, надо другую тактику вести. Александр, нам сейчас, например, вы поселение, Александр, вот репортаж делал, вы поселение, да, Александр? Ну, вот как раз другой, другой путь на улицу, ну, пактически, да, только что говорили о том, как вот, человек сам виноват, не сам виноват, но тем не менее, вот он идет к улице, там, семимильными шагами, это другой, другой, значит, другой пример, выселение, опять же, законно, потому что, как правильно сказал мой коллега, незаконно на улице казаться почти невозможно, он усиляет женщину, которая, у которой было слишком много животных в квартире, все не жаловались, шли запахи, ой, кошки гадили, вот, они там, некий птихий, там, ну, на самом деле, вот, собственно, эта история, о, несколько об этой женщине, которая оказалась на улице, ну, почти на улице, потому что, в ее, там, по безвязательным состоянию, в котором ее, по безвязательным состояниям, в котором ее, вывозили, дат и дальше, она, скорее всего, окажется, где-то, возможно, и в автобусе. Эта история, на самом деле, о том, как люди реагировали, окружающие, на ее беды, возили коммунальщики. Сейчас мы покажем. Да, возили, как реагировали на ее беды, и как, на самом деле, это падение человека, являясь таким банальным, обычным, и совершенно не вызывает никого удивления. Вот, собственно, начнем. Коммунальщики тоже люди. Это понятно, что... Те же, которые в форме, их тоже можно убить. Они не бессмертны. Слушайте, ну... Они не бессмертны. Я еще раз говорю. Я могу парировать, убить, ударить. Мы, получается, даже на примере нашего зала Можем сейчас все другом убить. Вот серьезно, честное слово. Нет, нет, вы понимаете, они, они провоцируют. Черт спрятался, сказал он по ним и все. Просто самое просто. Вы когда-нибудь сами кого-то убили. Работа не работает, какая разница. Скажите, пожалуйста, а вы кого-то сами убивали хоть раз? Ну, то есть вы причиняли человеку тяжелое увилище. Вы видели много трупов вокруг себя? Видел. Причем бездарных людей, которые не понимали, что могут погибнуть. Видел много трупов, видел. Хорошо, просто, ну, разговариваться не о том, что надо кого-то убивать. Ну, а как? Если коммунальщик хочет у меня отобрать квартиру, что с ним еще делать? Вопросов нет. Коммунальщик ничего не хочет. Коммунальщик хочет бутербродов и хочет домой. Кто хочет? Хочет бутербродов поесть, потому что я скоро обед. Коммунальщик хочет домой. Потому что коммунальщик находится на работе. У меня такие предположения в данной истории. Ну, только когда он меня не касается. Если он меня касается, значит, все. Александра? Ну, собственно, да, вот процесс был снят. Вот, собственно, ее жюри. Ну, такую женщину можно выселить, наверное. Проблем здесь нет. Значит, что касается этой женщины, вот смотрите, вот в данном случае, вот женщина, ну, вот вы говорите, можно выселить, потому что кошки, потому что войн, потому что у меня, наверное, психические какие-то отклонения есть. Но, понимаете, опять же, вот Александр Павлович сказал, что сейчас речь не о ней, а речь об обществе. Которая, вот, а что мешало соседям лет, к примеру, 10 назад, когда у меня, возможно, начинались какие-то проблемы такого психологического склада, позвонить ей, например, да, и сказать, там, Мария Ивановна, а что я вас давно не пишу? Вот, а что с вами происходит? Может, вы приболели? А приходите к нам чуть-чуть. Или помогите мне. Не сделаю это. Тоже не что. Вы говорите здраво, но на сегодняшний день на территории Российской Федерации таких людей почти нет. Такие люди есть, в общем. Я вот, у меня соседи с геймером, ну, женщина поживает, да, мужа, я, скорее всего, у нее мужа нет, но есть какие-то, дети тоже не, 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 не. Она постоянно, постоянно забывает дверь, например, платила. Бывает, оградил. Да, я звоню, ее платил, говорю, там, ну, неважно, да, у вас дверь закрыта, закройте, пожалуйста, она закрывает. Ну, правильно. Ну, это нам, то есть, это как бы не очень не о том, что мы должны продать свою недвижимость, да, и отправить человека с лицами лечиться. Речь идет о том, что вот путь этой женщины на улицу, на самом деле, да, фактически эта улица, да, она началась сейчас с маленького безразличия окружающего, да, каждый день и каждый час. Конечно. И безразличие это четко чувствуется вот на съемках, когда пришли-ка мальчики, которые совершенно беспрощадно вот так вот выкидывали ее вещи там, да, машину запихивали. А если бы она сопротивлялась? Она не могла сопротивляться на тяжелобольнях. То есть дело, что она закидывали ее вещи, то есть полиция безучастно, так сказать, наблюдала. Ну, ведь понятно, что требовать от полиции, чтобы она рыдала и носила на рубах, тоже как бы глупо, да. Тем не менее, вот, собственно, вот такая вот ситуация, когда, по главу, умер Терафима, да и черт с ним. На самом деле, как раз вот об этом история, да. И, может быть, не оказалось ли вы, не оказалось ли вы в ее жизни, вот этот вот, если бы соседи вы зашли и спросили там, я просто не помню, как вы, к сожалению, зовут, что это за человек у вас. Не оказалось ли это странный господин, вот этот вот, да, который утверждает, что он большой ученый, он им проводит опыты, да. А на самом деле, скорее всего, он просто жил у нее, пользуясь ее в таком тяжелом состоянии. Вот, и этот человек фактически, да, как я понимаю, один из виновных в том, что она оказалась, что ее выселили, да. Потому что, скорее всего, ну, есть такое подозрение, что она не платила коммуналку, в том числе и за него. Вот, вот. Ну, как бы, он, в общем-то, говорил, что не стоит тебе платить или что-то, ну, потому что это вот чувствует, да, что он, он был очень бодрый, он, главное, не исключая, что, ну, я могу только догадываться, что это подставной коммунальщик, вот, который помогал им очищать квартиру, да, потому что он очень бодро себя чувствовал, да, на контрасте с ней, да, и достаточно разумно. Такое тоже бывает, кстати. Да, я дополню, вы как-то, знаете, бездомность и вот все, что с ней связано, она настолько объемная тема, что мы невольно, вот, знаете, чуть-чуть отходим, туда отходим, сюда отходим, и каждое из этих вот направлений, оно, конечно же, интересно. А куда ее выселили, вопрос? Да, ее выселили в какой-то маневренный фонд, куда-то в прикрад, да? Ну, ее выселили, значит, в маневренный фонд, но на самом деле, представьте, что она вот в таком полу-бесветном, она реально, она с трудом говорила, когда ее спрашивали, что, вы понимаете, что происходит, она подвисала секундно, на 15-м говорила, и не совсем. Ну, то есть, я в чувстве, я видел, что у нее ухо с головой, и когда я потом посмотрел, там, коллеги-телевьончики сняли, куда она выехала, это комната, собственно, в огромной коммуналке, там комнат на 15, да, с пустая комната, без, ну, ее вещи вот эти вот, которые, вот эти вот славные ребята в оранжевых, без руках, коней, и так-то ветхие вещи еще подразбили, когда кидали их в кузов, да? То есть, вещи грудой, грудой хлама выгрузили, в это комнату, ну, вот, может человек в таком состоянии нормально существовать, и долго он может существовать, я думаю, что не он. Это вот, да, это репортажный про то, как это происходит, вот, как, технически, да, а вот технически очень просто, приходит полиция, приходит коммунальщик, приезжает грузовик, все это грушится, ломан, выбрасывается в окно, человек куда-то вы, все, включение, включение. Но если полиция понимает, что три-четыре человека погибнут, она не придет. Я вас уверяю. Она не придет. Они все понимают. Да, товарищи, у нас осталось, у нас осталось, я не могу, Александр? С самыми крупными буквами, которые у нас... У нас, не важно, что? Азбука улиц есть, вы у меня были виски, на... Ну, сайт, в общем, можно в поисковике набрать Азбука улиц, ты знаешь, Лешков, то есть, и... Друзья, мы хотели сказать о том, что, что касается бездомности, это не только проблема бездомных, не только проблема общества, не только проблема государства, не только проблема личности, не медицины. Это совершенно комплексная проблема. И на примере вот этой азбуки мы с Александром хотели просто познакомить два этих примера, чтобы было меньше стереотипов. Ну, азбука, цена постоянно выполняется. Сейчас мы буквально недавно обсудили, что следующая буква, которая будет, вот, это будет буква Т, таланта. Мы будем находиться в самом полунице и искать таланты. Вот такие он найдут, а я уверен. Он, конечно же, найдет таланты. Какие таланты, какие таланты? А талантов очень много. Вот Коля Голубятник, да, например. Я уже, по-моему, его пример приводил. Это вот такой мужик, который сидит, знаете, он сидит, вот, буряточка, вот так делает, только ему голубы садятся. Вот никому не садятся, ему не садятся. Вот как-то. Не знаю. Видите, что ли? Это не таланты. Вот так. Или вот, может, тот на скрипучке играет, а тот стихи сочиняет, а тот книги пишет. Вот. Но если не будет талантов, мы так и напишем по-честному. А вот нет талантов. Вот. Ну букву Т от таланта одна будет. Я вымещаю. Как заполнится это? И вот Александр хотел сказать несколько слов. Ну, пусть было. Ребята, есть какие-то вопросы, может быть, к нам? Я все-таки хотел вас спросить о Кирилла Николаевича. Как вы считаете, ваше точка зрения, он на 100% адекватен или нет? Я не имею права делать такие выводы по разным причинам. Значит, в первую очередь, в рамках публичной беседы. Во-вторых, давать оценку, ну, оценку давать человеку, ну, в принципе, не этично, не туманно. То есть я, как благотворитель, я вижу человека, которого нужна помощь. Я эту помощь оказываю. И все, и точка. Я не размышляю на тему того, за что человек сидел в тюрьме. Он не сидел в тюрьме. Я к примеру говорю. Понимаете? Вот безоценочность. То есть, ну, вот и все. Это всего лишь одно простое слово – безоценочность. Вот кто-то не может к этому идти. Есть одна небольшая деталь во всех стимулизованных странах, в Америке, в Швейцарии, там, в Армении и так далее. Так, в Швеции, да? Есть определенные дома, куда могут пойти такие люди. И они там будут жить нормально. В Германии, да? У нас такого нет. У нас нету входа за людьми. Ничего нет. Пока бездомный еще ходит, он живой. Лег все. И такая картина будет продолжаться пока про других людей, которые не такие, как мы. Мы с вами будем говорить. Такие люди. Понимаете? Политика. Пока. Сейчас, ну, еще будет какой-то у нас блок вопросов в конце. Сейчас я хочу представить Владу Гасникову. Это специалист по связям с общественностью нашей организации, который вам может рассказать все-все, как происходит именно с профессиональной точки зрения Влада Гасникова. Представляете? Спасибо. Это было очень. Меня зовут Влада Гасникова. Я работаю в ночлежке в Швеции. За время, что я работаю в ночлежке, я не перестаю удивляться тому, как много в жизни страшного и сложного, тому, как легко оказываются люди на улице, тому, насколько никто не застрахован от того, чтобы стать бездомным. Ну, я не могу к этому привыкнуть. Вот честно. Я думаю, что будет какое-то время, ну, такого погружения вот в эту сферу и, типа, я вот узнала все самое страшное, дальше как-то можно жить. Но это не какой-то нескончаемый процесс. И это меня лично здорово учит, знаете, тому, что, не знаю, нельзя делать никаких таких категоричных резких суждений. Потому что все очень сложно и все очень неоднозначно. Любому человеку можно обмануть, любому человеку можно втереться в доверие, любой человек может сломаться и пустить руки уже просто не имеют никаких ресурсов для малейшего. Вообще, вот, просто поддержание себя в чистом виде. Но, в то же время, за эти 6 лет работы на слежке, я не перестаю удивляться тому, как много доброго и хорошего есть в нашей жизни. И как много есть людей, которым не все равно. История, о которой сейчас рассказывал Игорь и Александр про веселение, она, наверное, это вот тоже, да, это все вот в нашей реальности. Не где-то там на другой планете. Прямо сейчас это где-то может происходить, пока мы с вами сидим на мягких креслах. Но, в то же время, такая вот концентрация заботы о незнакомых людях и такого сочувствия, ну, она огромная. И работа в ночлежке, она такая, очень счастливая с другой стороны, потому что вижу, как много вот такого удивительного и доброго. То есть, не все, ну, не все, так знаете, однозначно плохо, потому что, если честно, вот, наступление ребят в конце меня прям даже замутило от того, что, ну, очень, очень тяжело потом жить, вот, как-то, когда ты приоткрываешь вот двери в этот страшный мир. Но нельзя пускать руки. Запускайте руки, а я расскажу вам, почему не говорить про бездомность, почему это вообще не. Только я не знаю, как делать на полный экран. Ф-5. Нет, это другая программа, тут так не работает. Ну, ладно, я не буду тратить на это время. Ну, видимо, это максимально возможно. Ну, я-то вообще предполагала, что я буду первым выступать, поэтому мне казалось важным рассказать про то, почему нужно говорить про бездомность и про то, что это такое. Но, думаю, это уже, в общем-то, понятно, и мне сейчас не имеет смысла вам говорить про то, что да, вот, это не объявленная часть нашей жизни, и очень глупо. Ну, это вообще, в принципе, мне кажется, небезопасно, игнорировать какую-то часть жизни, потому что она начинает жить каким-то своим законом. Ну, и это просто, в принципе, неестественно для общества игнорировать какую-то свою часть. Это как, не знаю, если у тебя болит что-то в организме, делать вид, что, ну, обманывать себя и говорить, что не болит. Конечно, вы отчуете не хочется, но чем дольше ты делаешь вид, что все в порядке, тем становится хуже. И, кроме того, это глупо. Вот еще проблема бездомности, закрывать глаза и делать вид, что это не существует. И, к сожалению, государство примерно так и относится к проблеме бездомности. И мне кажется, что государство тратит достаточно много ресурсов для того, чтобы делать вид, что эти проблемы не существуют. для того, чтобы не направить ресурсы не на то, чтобы помочь пожилым людям здесь и сейчас, а для того, чтобы разграничивать, например, лиц без определенного места жительства одного региона и другого региона, чтобы они, не дай бог, не пересеклись. И человек с местной последней прописки не в Петербурге и не получил, не дай бог, какую-то помощь от государства в Петербурге. Ну, это такой, знаете, вымороченный подход. Ну, вот, есть живой человек, а у него есть гидар. Ну, мне кажется, ничто не может быть естественнее, чем помочь человеку с нормальной точки зрения и с точки зрения экономической целесообразности. Потому что, чем хуже становится человеку, тем больше ему вероятнее, что ему понадобится единственная помощь. Вероятнее, что человек может приобрести какие-то серьезные болезни, которые уже могут быть опасны для окружающих. Ну, человек уже все менее и менее вероятно устроится на работу и начнет платить налоги. Но, к сожалению, пока человек не стоит в голове угла для нашего государства, бездомный человек точно никогда не поднимется в реестре каких-то... Ну, типа, приоритет, на что надо потратить хоть сколько дней денег. И очень сильны стереотипы насчет бездомных людей, насчет проблем бездомности, именно потому что не хватает информации. Ну, непонятно, кто такие бездомные, непонятно, откуда они берутся, поэтому это такая естественная, в общем-то, защитная реакция человеческого мозга. Ну, бездомного я вижу на улице, и непонятно, почему этот человек так неприятно пахнет. Соответственно, я делаю вывод, что он сам так и хочет, ну, я-то не люблю, когда от меня плохо пахнет, я иду и моюсь. А этот вонючка, ну, видимо, получает удовольствие от этого, или, не знаю, просто хочет всех побесить. Ну, какие еще могут быть у человека причины для того, чтобы плохо пахнет? Ну, это нехватка, вот конкретно в этой ситуации, это нехватка информации о том, что в городе нет ни одного доступного душа, где может помыться человек, кроме душа во дворе ночлежки. Душа во дворе ночлежки может нагреть в сумму своей энергетической маломощности воды с 10 до 15 часов. За это время, в один день, там могут помыться 10 человек на гигантский Санкт-Петербург. Ну, далеко не каждый человек сможет добраться пешком до ночлежки, когда у него нет денег на проезд, когда он уже грязный, плохо пахнет, и даже с 40 рублями его не пустят в автобус. Ну, в общем, это вот одна такая микрочастица, наночастица, как можно говорить, того гигантского снежного шара, который все увеличилось и увеличилось с того момента, как человек отказывается от тех проблем, с которыми он сталкивается, которые невозможно разрешить самостоятельно. Или, например, я могу, обладая хоть немножко наблюдательностью, видеть на улице кучу визиток, на которых написано работа, с жильем, с выплатами каждый месяц, поможем с документами. И когда я опять же вижу бездомного человека, я, наглядевшись на эти объявления на водосточных трубах, думаю, ну, чего себе такой вот безденник, работы в городе полно, а он даже не пошевелится для того, чтобы устроиться. Ну, наверное, ждет, когда его вот эти вот сумасшедшие благотворители накормят, потому что он уже привык быть таким трудным, ничего не хочет делать. Тут у меня будет нехватка информации о том, что вот все это обилие визиток на водосточных трубах, это, по всем деле, реабилитационные центры, где людям, во-первых, ну, они тоже очень разные есть, к сожалению, они вводятся как требуют, потому что это очень, в общем, доходный бизнес, ты набираешь десятки людей, у которых нет документов, у которых нет никаких заступников, забираешь у них, если у них есть какие-то бумаги, чтобы они не убежали от тебя, отправляешь их со стройки на демонтаж, на погрузочные работы, ну, просто как скотину такую рабочую с утра до вечера, когда люди падают, ну, да, ты приводишь их обратно со сменой ночью, пидаешь по спать им 4 часа, а утром отправляешь опять на объект, и деньги за эту работу ты получаешь, ну, а работникам ты можешь, я так уже представила себя в образе этого, держать себя в сетереволюционном центре, ты платишь денег, 100 рублей в день человеку, чтобы он мог купить себе, ну, а что купишь на 100 рублей, ну, это деньги, да, они кормят, как правило, чуть-чуть, где-то кормят, да, но кормят так, чтобы тоже силы были работать, но убежать куда-то нет, ну, или да, окей, ты можешь убежать, есть такие псевдореволюционные центры, где людей бьют и, ну, в общем-то, физически не дают им уйти из этого рабства, по сути, а где это такое, очень гуманное, скажем так, цивилизованное рабство, пожалуйста, уходи, ну, так идти к тебе некуда, поэтому ты будешь работать на людей, которые зарабатывают на них, получают 100 или 200 рублей в день, не иметь возможности никуда прийти, потому что на эти деньги ты не снимешь жилья и не уедешь домой, ты не сможешь обеспечить себя совершенно ничем, ну, даже едой на следующий день, и поэтому ты до того момента, ну, просто уже, даже, знаете, людей парализуют волю от того, что они чувствуют себя загнанными в угол, это становится такой замкнутый круг, когда ты понимаешь, что тебе не на кого рассчитывать и неизвестно вообще, что будет дальше, и таких стереотипов насчет бездомности их просто, не знаю, миллиард, я могу разбирать их бесконечное, наверное, количество времени, поскольку не хватает информации, очень хочется, ну, я вижу, да, бездомного человека и не думиваю, не больно видеть, значит, что-то идет не так, если есть какой-то человек на улице, и это, ну, естественная такая защитная реакция мозга подкинуть мысль о том, что, ну, он сам, наверное, так захотел, или сам виноват, что-то там делал не так в этой жизни, раз сейчас оказался в таком положении, со мной такого не произойдет, вот к чему ведет эта защитная реакция, потому что иначе, если думать, что и со мной такое может произвести, становится страшно, вот, как, не знаю, сейчас ребята рассказывали про веселение женщины, мне стало, ну, терапевтически плохо, потому что я это соотношу как-то с собой, ну, а это очень тяжело, очень... Вам это не грозит пока? Ну, может, что угодно другое грозит, спасибо, мне стало немного легче У вас есть муж? У меня есть муж, и у нас есть ипотека, и у нас есть еще куча всяких выплат, которые мы делаем, да, сейчас у меня и моего мужа есть работа, но мы живем достаточно, так знаете, в финансовом плане, плотненько, в том смысле, что нам надо заплатить туда, 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 и я понимаю, что платить-то нам надо будет туда и туда и туда каждый месяц, а останься кто-нибудь из нас сейчас без работы, ну, нам, в общем, будет очень непросто, и если, в конкретной ситуации нашей семьи, мы можем рассчитывать, например, на помощь водителей, есть люди, которым, ну, не на чью помощь, не приходится рассчитывать, потому что мирные родители, или такие плохие отношения в семье, что уже много лет родственники не общаются, или наоборот, как раз-таки из-за самых близких людей у человека и нет жилья, ну... Простите, ипотека та же бабушка? И не говорите. Так это вот надо в каких-то вопросах, ну, сил никаких нет. Сейчас нет государства. Ну, простите, а вот выборы будут в 12-надцатом? В общем, стереотипы сильны, я сама полна стереотипов, потому что иначе я не воспринимаю, как жить. Но конкретно про бездомных людей стереотипы, они очень мешают тому, чтобы люди помогали бездомным людям, или конкретно вот в случае ночлежки, это... Смотрите, ночлежка это благотворительная организация, то есть у нас все деньги, на которые работает ночлежка, на которые мы помогаем бездомным людям, это деньги, которые смогла привлечь наша организация. Это частные пожертвования, то есть вот люди, самые обычные люди, кто в 50 рублей переводит, кто в 3 тысячи, кто в 15 тысяч рублей, ну, потому что сочувствуют, хотят помочь организации. Это деньги коммерческих компаний, с которыми мы договариваемся о том, что они отдают там часть своей прибыли на работу ночлежки. Это деньги из грантов благотворительных фондов российских и зарубежных. И это немножко субсидирование государства. И вот привлечение денег на работу в ночлежке, такой бесконечный процесс, для того, чтобы все наши проекты работали, нужно в год 30 миллионов рублей. Это, в общем, большие деньги для маленькой благотворительной организации. И вот привлечение тех денег, это такой термин фандрайзинг. И вот весь фандрайзинг в ночлежке, все привлечение денег, оно невозможно было бы ни на минуту, ни на рубль, если бы мы не занимались вот этим просвещением. То есть мы занимаемся просвещением, мы рассказываем про то, кто такие бездомные, как люди оказываются на улице, почему так сложно выбрать эти силы, с одной стороны, потому что это важно именно с такой просветительской, геминистической точки зрения. С другой стороны, это неразрывно связано для ночлежки с тем, чтобы у нас были деньги на работу. Потому что, если не рассказывать людям о том, как это, откуда берутся бездомные, то просто так, бац и помочь бездомным, это не очевидно, что стоит этим заниматься. Не возникает так вот безоговорочно, по щелчку, в сердце людей, жалости, сострадания, желание помочь бездомным людям. Поэтому для нас очень важно рассказывать обо всех аспектах проблемы бездомности всегда в центре человека. Невозможно рассказывать о бездомности вообще как-то абстрактно. Это просто очень сложно представлять. И я, естественно, подозреваю, что это касается любой, даже не просто как социальная проблема, это, наверное, касается вообще всего, и всяких там продаж, ну, всяких таких штук, что касается чувств. Ну, то есть надо, чтобы человек отреагировал, отреагировал не обязательно переведя деньги в ночлежку, но и просто по-другому начав относиться к человеку, к бездомным человеку, которого видишь на улице. И невозможно зародить, как-то это прозвучало раньше, чем я бы сказала, невозможно зародить вот этого сочувствия до тех пор, пока я не могу себя поставить на место человека. И вот это вообще такая проститическая работа ночлежка, это гигантский комплекс мер. Ну, это все работает, знаете, только в комплексе. Невозможно делать только, не знаю, видеоролики и все. То есть все это работает для того, чтобы глобально менять мнение людей, представление о проблеме. Недостаточно провести лекцию в главном зале российской национальной библиотеки. Да, я думаю, какие-то люди услышат, какие-то люди услышат и до кого-то это найдет, ну, а сколько-то людей даже и не узнает об этом мероприятии. То есть это одна, да, такая вот точечная история, которая сработает, ну, для кого-то. А есть, есть огромное коммерческое людей, которые также сталкиваются с бездомными людьми, чтобы достучаться до которых, нужно использовать множество других каналов коммуникации. Поэтому, например, очень такой важный для ночлежки ресурс – это сайт. Сейчас, ну, в общем-то, без сайта невозможно, мне кажется, практически ничего. В плане продвижения организации, в плане информирования о работе. Ну, сайт для ночлежки – это очень такая большая. И история, потому что эти сайты собирают деньги на нашу работу. И на сайте у нас очень такой серьезный раздел, мы вроде много на этом ресурсе. Это истории подопечных тех людей, которым мы помогаем, вот, в центре человека. Это история с хорошими фотографиями, история с хорошими текстами и видеороликами, в которых наши подопечные рассказывают свои истории. Ну, и когда человек тебе… ну, ты смотришь этот ролик или читаешь эту интервью и воспринимаешь это, конечно, как то, что человек тебе это лично рассказывает. И вот простой человек рассказывает тебе, простому человеку, свою историю любви. Ну, историю своей жизни, там есть радости, ну, понятно, что немного всех печали, потому что человек оказался на улице. И без того, чтобы показывать этих людей, которым помогает ночлежка, невозможно собрать деньги, невозможно собрать чувства и сострадания, когда это просто некая масса, бездомная, ну, непонятно, кто это и что это. Когда ты видишь, вот, женщину и её ребёнок, это её зовут Катя, ей 32 года, и ты узнаешь, как эта Катя оказалась бездомной, и как она любит своих детей, и как она с трудом работает, потому что у неё и достаточно маленькие дети, и ей нужно после работы бежать домой, и она снимает жильё. Ну, это просто очень… Спросите, а она может выйти замуж? Ну, вот вы думаете, так легко выйти замуж? Смотря за кого? Ну, ничего. Нет, ну, слушайте, это, конечно, всё… Но есть потенциал! Есть потенциал, мы не сдаёмся. Важный тоже такой аспект – социальные сети. В сетях ночлежки мы рассказываем истории людей. И о проблеме, глобальной такой проблеме мы рассказываем тоже через историю живых людей. Ну, пока не будет сострадания, не будет… ну, не работает вот это. Не появляется у человека желание поддержать нашлежку с деньгами, не появляется желание вынести тому бездомного, которое ты видишь около своего парадного подъезда, своего бака, и не хочется ему приносить тёпку горячего чая и чистой одежды, пока ты… ну, у тебя не появляется какое-то накопленное количество информации о том, что… ну, как… если совсем так… сформулировать влог, то ночлежки показывают, что бездомные люди – это ровно такие же люди. Вот, разными… разными способами. В соцсетях рассказываем о том, что это люди, показываем их. На сайте рассказываем, вот. Работа с журналистами – это тоже такая огромная, конечно, часть нашей просветительской деятельности. Ну, это вообще такое желтое правило ночлежки, если у журналистов есть запрос, ну, обязательно мы… В общем, если журналистов надо снять, то они в этот же время, в этот же день, когда им надо, приезжают и снимают. Мы напоминаем, что это для нас надо, хотя иногда это не очень удобно, наверное, вечеринка должна ехать далеко. Где-то ещё издаётся, да, у вас? Газета на дне ночлежка не издаёт уже лет, мне кажется, 15-х. Где-то она где-то издаёт? Она не ночлежка издаётся, есть отдельное юридическое лицо, и, честно, мы даже не очень представляем, как там. Ну, как мы летели вообще-то было, да. Перестала ночлежка издавать эту газету, потому что для того, чтобы издавать газету, ну, на качественном уровне, конкурентоспособной, век интернета, тем более, ну, нужна классная профессиональная редакция, которая должна получать хорошую зарплату, ну, собственно, это не… это не профильная история для благодарительной организации, которая помогает бездома, а делать, ну, так себе, чтобы покупали газету именно из жалости, ну, но долго это не проработает. Я верил, продаю. Никто супер не спорит. Ну, я думаю, что очень высокий доход у продавцов этой газеты, потому что, ну, да, можно купить, это, как, знаете, милость у него хватает. Ну, верно, да. Но не так, что это будет доходное дело, вот так вот, чтобы человек мог на эти деньги снять жилье, например, себе. Вот Игорь дает интервью и рассказывает про работу ночного автобуса. Игорь – это наш директор. Ну, это просто как иллюстрация, мы говорим, что за год начнешь, что силами всех сотрудников у нас выходит, допустим, больше четырех тысяч клиникаций. Какие у нас пятницу принимают? Григорий вообще принимает нас в месяц, ну, он не социально работает, он… Директор, понятно, нет. Наш директор, да, очень человечный. И еще записываться надо, да? Ну, вы хотите лично к нему прийти на прием? Нет, я ему уже записываться надо, да. Зачем? Прием. Вы хотите прийти на прием к нашему директору? Конечно. Так, у нас какой цель? Можно для начала позвонить для того, чтобы обсудить, насколько у него есть ресурсы сейчас обсуждать вопрос, который вы хотите предложить? Конечно, они не примут, не примут. Так вот. Так, если вас, я с вами буду всех, но не примут. Если мне нужно будет, я только потом прием. Не сомневаюсь. Ну, вы другие могут. Хорошо. Проводим большие, такие, благотворительные фестивали. Вот, в начале Андрея запоказали ролик про «Начляшка феста». У него такая, действительно, глобальная история. За разные, разные годы на «Начляшку феста» выступали «Борис Гребничков». Если на славе снова начали, это «ДППТ», «Нуу Суло», «Маркшайдер Хунш», «Женя Любич», «Полюсад», «Сорге», «СППЧ». Ну, короче, это модные группы, на которые люди приходят и тратят деньги на билет. Там он стоит, если не раз он стоил, 1000 рублей. Ну, они идут, люди идут на концерт, на фестиваль, потому что там играют их любимые артисты. Проходит дело все на классной площадке. Ну, то есть это не «Мистичковый», это, знаете, «Начляшка» всегда во дворе проводит там концертик. И вот там Андрей Чапаев играет на гитаре, ну, кто там сколько сможет, скиньте, потому что «Начляшка» нужны деньги. Можно делать, конечно, и так. Ну, просто, например, сколько денег соберешь, и в любом случае это будет аудитория, ну, там, только фанаты Андрея Чапаева, их немало, конечно, но много денег реально не соберешь. А когда такой формат, когда это прям «Вау», круто, и «Начляшка» фест, там… У меня знакомые к Гребничкову и к его команде резко, отрицательно относится. И тебе его право. Да, но важный момент… Мы продолжаем другой разговор. И прийти на ту часть, где будет играть Шевчук, наверное. Никуда не пойдет. Он сам поет лучше, чем они. Я вижу, он как бы зло по всем контактам. Мне повезло. Ну, в общем, это тоже такая важная… Даже Пушкин пишал, «Черт загадал мне родиться в России с моей душой талантов». Я уже себя не беру и так понятно. «Черт загадал». Хорошо. Для «Начляшки» важно, если мы что-то делаем, делать это на высоком уровне, чтобы это было круто. Понимаете, благотворительность… Это просто люди раскрученные. И все. Ну, а это же задача благотворительной организации привлечь раскрученных людей. Это тоже, в общем-то, достаточно большой труд. И благодаря тому, что известные люди участвуют в проектах «Начлежки» про «Начлежку» узнают больше людей. И, например, фанаты группы «Самое большое и простое число», узнавая о том, что группа выступает на «Начлежках» фестии, что-то узнает про «Начлежку» и уже рано или поздно это тоже такой имеет накопительный эффект, начинает относиться с большим сочувствием, состраданием, с симпатией и к бездомным людям, которых видят на улице. И к «Начлежке» как благотворительной организации. Я могу вам сказать, что риторика меняется с годами. Я помню, что лет пять назад в «Начлежку» намного чаще звонили недовольные горожане. Посыл был такой, у меня тут в подъезде бомж, приезжайте, забирайте, это ваше. Сейчас процентов, не знаю, девяносто пять, наверное, звонков, но сейчас очень много звонят, особенно как бездомные гороны. Люди звонят и говорят, у нас здесь бездомный человек, вот уже появляется, ну какая разница, да? Бомж – это что-то такое, даже непонятно, это человек или это хуже какая-то. У меня бездомный человек, как я могу ему помочь? Могу ли я его куда-то отвезти? Ну, то есть, уровень сострадательности, он растет. Я, конечно, не спорю с тем, что есть еще большое количество людей, которые не будут звонить в «Начлежку», просто там, пинками, где только человека, который будет перед этим в подъезде. Но я верю в то, что вот такие шаги, которые мы делаем, они все складываются вот в корзиночку. И у каждого просто своя, своего размера корзиночка, когда вот эти маленькие… Звук-то короче, глупо это так-то звучит. Ну, в общем, у каждого свой, да, предел. Может, кому-то достаточно один раз увидеть «Начлежка-феста» фишу с Борисом Гребенчиком, и все, и он влюбляется в «Начлежку» и становится нашим, там, регулярным жертвователем. А для кого-то, может быть, это, не знаю, сто раз надо услышать, там, увидеть ролики с известными людьми «Начлежка», увидеть наши акции, такие большие… увидеть по телевому сюжету про «Начлежку», ну, потихоньку, потихоньку это все равно как-то складывается. Это тоже такая большая часть просветительской работы, акции рекламы «Начлежки», которые мы придумываем вместе с рекламными агентствами, которые делают это как волонтеры. То есть это большие настоящие рекламные агентства, которые берут много денег за свою работу, но «Начлежки» это делают бесплатно, потому что хотят помочь хорошему делу. Кто берет много денег за работу? Рекламные агентства, когда работают с коммерческими заказчиками, а «Начлежки» денег они вообще не берут, работают волонтеры, именно, чтобы помочь хорошему делу, с одной стороны, с другой стороны, чтобы решить нетривиальную такую задачу, и потом с этим кейсом участвовать в рекламных конкурсах. У нас есть один ночной автобус. А кто же тогда вот эти все бездомные конкурсы? А вот эти все это где? Ну вот это наш ночной автобус. То есть у него четыре стоянки, около железнодорожной платформы «Сортировочная», около железнодорожной платформы «Лигово», на Северском острове, около Смоленского... Кирилл Николаевич, наверное, в Лигово приходит, да? Да? Кирилл Николаевич в Лигово приходит? Да, в Лигово. Вот, например, это была акция в «Летнем саду», это, конечно, такое культовое место для Петербурга, для Петербурга, для вообще мира. Отзывалась эта акция «Мраморные люди против каменных сердец». Ну, замысел такой был, что на время акции около изящных скульптур летнего сада появляются такие «бабл спичи», штучки, в которых как будто бы сами эти статуи что-то говорят. На мраморных людей на эти статуи приезжают люди смотреть со всего мира, восхищаются ими, а мимо живых людей проходят, не замечая их, желают, наоборот, закрыться от этого. И посыл вот у нас был такой, что статуи открывают людям глаза и говорят, что, ребята, это не очень нормально, в общем-то, лучше вам обратить внимание на живых людей такие же, как и вы, и родить к ним сострадание. Или вот была акция «Эта сторона жизни», посыл был такой, ну, в общем, такая очень узнаваемая табличка предупредительная для петербуржцев, но там было написано, что, крупный шрифт, я думаю, вы их читаете, а ниже было написано, что ежегодно на улицах Петербурга умирают более четырех тысяч бездомных человек. Больше! Вы знаете, как помочь? На homeless.ru это сайт ночлежки, и сопровождали эти таблички три вида граффити, они все были так, ну, образно связаны с темой бездомности, когда мусорный баг для кого-то в одной жизни это мусорный баг, а в параллельной реальности это для кого-то дом. Ну, очень важный такой момент, делали сети граффити только на временных заборах, то есть не вандальствовали в отношении Петербургской издании, и таких картинок появилось в разных районах города силами наших волонтеров штук 150, и это, конечно, это очень цепляет внимание, это здорово расходится в интернете, это показывают по телевизору, и так или иначе это может вызвать разные чувства, было достаточно много возмущенных людей, которые посчитали, что это не позволительно использовать отсыл к блокадной табличке, но по большому счету происходит такая блокада в некотором роде сейчас бездомных людей, у нас 21 век, у нас есть 4G интернет, в метро, ну, вроде как все так круто, и столько пекарен и ресторанов, но это тоже в одном каком-то слое города, а в то же время есть люди, которых никто не замечает и которые играют на улице. И это в мирное время. Или вот была акция «Дома бездомных», когда из таких картонов мы повесили таблички, там было написано про людей, которые жили на чердаках, или в подвалах, или во дворах домов, и это тоже здорово цепляло глаз горожан, потому что Петербург счастливый обладатель многих памятных табличек, но нигде, во-первых, не увековечены бездомные иллюзии, а во-вторых, ну, в общем, это один из таких способов нетривиальным образом привлечь внимание к проблеме бездомности. Понятно, что все время говорить о том, что это же люди, им же жалко, ну, невозможно, просто, опять же, у людей, мне кажется, блокируется в какой-то момент восприятие вот этих призывов о помощи, ну, просто потому что у всех, в общем-то, жизнь не очень простая, если тебе будут давить на жалость, то просто захочется, там, не знаю, в сетях подписаться. Почему? Вадим Владимирович очень хорошо живет, отдыхающий. Хорошо. И Дмитрий Анатольевич прекрасно живет. Хорошо. Почему? Есть ли у которых хорошо живут? Только до них вы не можете беспрещаться, по-нормальному. Ну, может быть, и они подписаны на нашу группу в сетях, кто знает. Вот и не думайте другим никнеймом. Ну, или вот, тоже другой такой поворот. В фестиваль ВКонтакте, в парке 300 леди, вроде так все весело, молодежно. Он платный, да нет? Да, да, там, ну, такой, не очень дешевый вход. Ну, и ночлегка участвовала в фестивале ВКонтакте с нетолерантным кафе. Задумка там была такая, что люди подходят в наш шатер. Ну, а на этот фестиваль такого формата, что там много всяких развлечений, музыки. И все слоняются туда-сюда, весь день, ты покупаешь билет на целый день. И ходишь, и ищешь еще себе впечатлений, развлечений. Айте, там, радуйте меня, я себе за билет заплатил. В нашем шатре мы приглашали людей на бесплатный лимонад и бесплатные угощения. Там, в общем-то, везде все платно, поэтому люди очень охотные. Тут, тем более, все, что касается билеты, всегда вызывает интерес. И там посетители нашего нетолерантного кафе ждало дискриминационное расписание. Каждые 10 минут мы отказывали людям с таким-то туризмиком. Это были самые, ну, совершенно точно не обидные. Не так, что там, у вас нос длинный, ну, или очень толстый. Нет, нет, это, конечно, недопустимо. Ну, вот, например, сумка через плечо, или темные волосы, или солнечные очки. Ну, это, в общем, каждые 10 минут был какой-то свой повод для того, чтобы человеку отказать. Получается, что ты подходишь, и к тебе кричат, у нас бесплатно угощение, давай идти к нам в недолерантное кафе, всем наливаем лимонад, угощаем. Ты подходишь вместе с толпой, и видишь, что рядом с тобой уже кто-то ест печенье и пьет лимонад в этот жаркий день. А тебе говорят, а, ну, а вы извините, ну да, конечно, что вы вообще себе возомнили? С чего вы взяли, что вам сюда тоже можно? И я такой, черт, что со мной не так? В смысле, что они себе позволяли, что за билет заплатил? И, типа, уго. И потом выясняется, что... Черт, ну не знаю, что делать. Ну, в общем, потом человек понимает, что он пришел в то время, когда мы отказывали, ну, то есть, вот, волонтеры, которые были, типа, барменами в недолерантного кафе, говорят, ну, так вы че, нацепили белую футболку, что вы себе позволяете? И человек недоумевает, что вы писали больше, что с ним не так. Ему говорят, у нас расписание, мы отказываемся, строго по графику, у нас все законно, утверждено. И вы знаете, удивительным образом, 90% людей, которые приходили, там за два дня работали в недолерантного кафе, кажется, тысячи три человек прошло через ваш шатер, они говорили, а, ну, понятно, ну, ладно, я тогда пойду. Или, ну, я тогда подойду на нем через 20. Это было, ну, совершенно... То есть, людям было видно, что неприятно, непонятно, в чем прикол, почему вот рядом с ним человек ест. Но он, там, согнув плечи, у него отходил и говорил, что, в общем, не очень-то и хотелось. Ну, в общем, а потом, в любом случае, мне объясняли, мы прям всех угощали, всем набирали клеманат и говорили, что здоровные люди каждый день сталкиваются с дискриминацией по самым разным причинам, и это ровно так же неприятно и несправедливо, когда тебе отказывают, там, в назначении пенсии по инвалидности, например, то, что у тебя нет регистрации. Ну как, я же есть, я живой человек, и у меня нет ноги, например. Ну, в общем, это тоже все очень так личностно, пока не прочувствуешь, не поставишь себя на место другого человека, не почувствуешь никакого сострадания. И это такая, ну, в игровой форме, но была, да, для нас способ дать людям забумать. Люди, кстати, обещали после этого совсем по другому относиться к бездомным, никого никогда не дискриминировать, и в этом тоже есть какой-то такой гуманистический, просветительский эффект. Или вот, например, эспресс-помощь, это такая, с одной стороны, акция для того, чтобы ночлежка собрала денег на свою работу, а, с другой стороны, она имеет и большой просветительский эффект, потому что мы договариваемся с городскими кафе, ресторанами, барами, кофейными автоматами, какие-то, ну, что бывает, заведения, общепития, столовыми, о том, чтобы они в день акции отдавали грудочку ночлежки. Ну, и, получается, подготовка акции идет несколько месяцев, заведения пишут о том, почему они участвуют в этой акции, там, в своих соцсетях, на сайте, рассказывают посетителям, ночлежка активно рассказывает. В этом, получается, что в день акции, ну, весь город, я, конечно, не думать, виден он таким общим порывом, люди по карте ищут, где там поблизости заведения, где они могут выпить кофе по обычной совершенно цене, в приятном месте, при этом помочь ночлежкам. Это мои контакты, мой случай, если у вас останутся какие-то вопросы. Я, в общем-то, могла бы еще чуть долго перечислять, какие способы ночлежка используют для того, чтобы рассказывать о своей работе, рассказать о проблеме бездомности, но смысл их, по большому счету, сводится, несмотря на наглазие форм, к одному и тому же. Рассказать про то, как это устроено, и сказать человеку, что ты, там, можешь малыми, в общем-то, усилиями помочь конкретному бездомному, помочь ночлежке, а мы, там, уже поможем людям выбираться с улицы. Я получила сигнал от моего коллеги, что пора заканчивать. Если у вас есть вопросы ко мне и к нам ко всем, то мы с удовольствием ответим. Спасибо. Пожалуйста. Вы считаете, разделение, допустим, коренной жителей Москвы, там, Петербурга, Екатеринбурга, да, и человек, который отсюда приехал, даже с территории России. Должна быть разница или нет? Помогать такому человеку или нет? Помогать всем тогда, в разнице. Должна быть или нет? Так а в чем разница? Помощь. Конечно, нет. Недолжна. А вот Константин Корольевич Яковлев, Костя Магила, он считал, что если ты не отсюда, то нечего тебе здесь заниматься, так сказать, тем, чем не надо. Ну, я вот не отсюда, например. Нет, 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 нет. У вас есть там бездомные люди? У меня еще нет ОПГ. Человек приехал работать, ради Бога почему-то. Я из города Тихель, Менинградской области. Там Тихель. Тихель, а вот пока нет. Ну, я не видела в Тихель бездомных людей, потому что в таком маленьком городе, в принципе, особо нечего делать и не бездомным людям. Да, ну, я бы не сказала, что монастырь это такая в Тихель, ну и не в Тихель, что это такая панацея, которая решает все социальные проблемы. Нет, просто люди из Ленинградской области устремляются однозначно в Тихель, как большой город, где можно найти какую-то подработку в Тихель и Ленинградской области. Ну, в Тихель там тоже были предприятия. Ну, сейчас там есть только один завод, на котором, понятно, нужны бандитированные специалисты. Ну, я бы, наверное, не могла сказать. Ну, рабочие места пусть это организуют. Раньше в молодости мы делали тут вокруг. И капусту собирали, и картошку, и чего только. И косили, собирали траву для коров. Теперь, это, одноклассник моего мужа говорит, что где-то под Новгородом уже последнюю ферму закрыли, где он вырос там, на этой сметанке, его дети и все прочее. Все, крыша провалилась. У Собчак там дача тоже с проваленной крышей. Так простите, они сейчас рвутся к власти, а что они умеют делать? Как они могут организовать все это? Все эти рабочие места? И даже ту же самую ночлежку. Плюс медвотрезвители. Я 20 лет прожила в этом военном городке рядом. Громадный был ЛТП вот это, где они работали, лечили их. Потом этот переворот. Их были на никуда не делись, неизвестно. Заселили громадную воистовую часть с Германией. Ну и что? Их дети, рабочие места, где лечение вот этих алкоголиков, которые бешеные деньги на них зарабатывали, налог брали. Вот пусть теперь лечат на эти налоги и жилье организовывают. А то правильно сесть и распитюкивать там вверхах. Опять вот 18-го года перевыбора я за Путина. Куча детей нарожали. Вот это вот, как ее там, жилье под бешеные деньги молодежь заковалили. Вот теперь пусть расслеживаются. Извините, я спросил правом последнего вопроса, потому что скоро и глиотека закрывается. По поводу азбуки улиц, если возможно, уточнение. Я так понимаю из ваших рассказов, что сначала создается буква, то есть явление, а потом вы уже как-то пишете текст, ищете героев. И как это удается? Вот к Александру вопрос все-таки для меня. То есть на самом деле тут искать-то особо не надо. То есть есть любое там явление, да, бездомность, проблем, можно отложить там на составляющие. У каждого составляющие существует свой лексикон, у каждого там аспект, например, набор слов, которые скиризуют, например, выселение. Аспект сейчас оказался на улице, он может быть выселен, собственно, вот как сказать, женщиной пришло, там духовное выселение, может потерять жилье в результате действий людей, не дружащих законам криминальных ребят, то есть вот это вот эпоха. Но в случае эпохи мы просто решили немножко подняться вот на эту проблему, да, сказать просто вот о человеке, который ввиду силу своей доверчивости там, да, и невозможности жить как-то вот в современном, жестоком мире беспощадном, а просто сказать вот это эпоха, да, скажем, нахождение людей там на улицах, тоже на маленькие проблемки раскладываются там, вот это вода, там продовольствие, где они живут, в сквотах, соответственно, без сквотов, ну и так далее, то есть это на самом деле нету, мы иногда специально не отсеемы от букв, понимаем, что они дублируют какие-то другие буквы, да, и там более емко и более объемно сказано, да, вот. Иногда, например, они дублируются, пересекаются, чаще есть пространство. Это, кстати, одна из сложностей создания таких проектов типа азбуки, потому что ты понимаешь в какой-то момент, что у тебя слова дублируются, и слова, главное, она... я не потеряю какой-то буквы в фабете, и ты понимаешь, что она доставит каким-то словом, да, вот, но она уже сказана в другом буквы, да, и вот надо как-то выходить из этой ситуации. то есть тут как раз в чем-то эта азбучная такая система, она простая, да, но она понятная, вот. То есть ты можешь говорить, то есть ты можешь поговорить об эпохе, вотопись, об общении сделать, и можешь, например, о сквоте, прикладной вещи, то есть если написать статью, в одной статье все это свалить, то читатель бы сказал, что у журналистов в голове творится мусор, вот. А поскольку это азбука, да, может быть вот сочетание каких-то частного и общего, да. А власти там что-нибудь, что сказано? Чем они должны заниматься? Организовывать. Даже вот ругали коммунистов, но те не зря асуанскую плотину построили. Там сейчас, и сейчас еще вспоминают это, ну какие мы были, но мы изменились, мы развели бомжатник. Слушайте, ну на самом, на самом деле... И плюс это еще, знаете, ЖТХ всякая, аферисты, и до них не докопаться. Ну, по поводу власти, наверное, как раз таки вы, как гражданин, и все мы, да, и должны задавать вопросы своей власти, и требовать какие-то ответы, которые не будут отписками, и формально вот это существовало, а... Вот, главная проблема вообще вот нашей жизни, ну то есть я уже не люблю как-то обобщать, это не в том, что власть плохая, а в том, что народ ничего не хочет делать. То есть народу плевать. Да, то есть, а ведь власть всегда будет распускать свои руки, всегда пытаться задавить, ну какая не российская власть, потому что это в ее нравах. Всегда задавить человека по праву человек, не будет бороться свои права. У Шевчука есть песня замечательная, забыл ее название, но там такие слова есть, «Новая жизнь никогда дается дару». Это очень хорошая, очень простая емкая формула, чтобы что-то в твоей жизни менялось, надо за это бороться. И ничего с этим, к сожалению, не поделать. То есть, понятно, что не все проблемы можно решить борьбой, но на самом деле многими. Спасибо вам большое за все ваши проекты. В том, что мы уже сейчас закрываемся, я предлагаю всем успеть в гардероб. Спасибо большое нашим гостям. Очень рада, что вы сегодня нам сказали.